Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами я, Саша Айкестис в магазине на Таганской. Сегодня я хочу рассказать про чехлы на iPhone XS Max. У нас много уже чехлов появилось, несмотря на то, что iPhone продается спустя день в России и спустя неделю по международным меркам. Начну я с моих любимых чехлов и ваших любимых. Для тех, кто просто не привык смотреть эти ролики до конца, я расскажу о тех чехлах, которые больше всего покупают. Это те чехлы, которые мы рекомендаем в наших обзорах про iPhone X и на первом месте чехол Mimumi. Он еще, когда мы снимаем этот ролик, он еще не приехал, но когда вы будете смотреть, он уже приедет и вы можете заказать по ссылке в описании его со скидкой. Это тонкий такой чехольчик, очень крутой китайский чехол. Почему он мне понравился? Потому что он сделан с крутого пластика, причем очень тонкого пластика. Для тех, кто помнит, чехлы Azaki 0,03 миллиметра, 0,03 миллиметра. Вот помните такой был Azaki Jelly модели, особенно многие знают ее по iPhone 5, 6. Сейчас Azaki немножко свернули свою деятельность на телевизоре Российской Федерации, но тем не менее компания Mimumi хорошо тут развернулась. Здесь очень круто сделаны вырезы под дырочки динамиков. Они именно сделаны дырочками, потому что я покажу потом чехол. Это компания Uni, которая взяла и сделала такой же форм-фактор. Чуть-чуть толще сделала пластик, но вместо дырочек они сделали простые вырезы. Они царапают руку, они не такие эстетичные, некрасивые, и туда еще забивается пыль. Поэтому я Uni не рекомендую, а рекомендую китайский Mimumi. Здесь красиво сделан вырез под лайтинг, он не царапает руку, а когда у вас большой форм-фактор, как у Макса, вес ложится на руку и очень многие люди жалуются на то, что они чувствуют лайтинг-порт, он прям немножко так царапает. Здесь этот дискомфорт у вас пройдет, и вы его не будете замечать. Кроме того, телефон перестает сразу скользить, он становится матовым. Единственное, многие, кто купит золотой цвет iPhone, они сразу потеряют в цвете, но если взять белый чехольчик, он белый полупрозрачный, то цвет немножко еще будет виден. Здесь красиво садится камера, причем она сразу защищает выпуклостью, и здесь сядет любое стекло. 3D, 2.5D, 2D, любое. Оно просто садится и полностью закрывает экран. И за стеклом появляется такой чехол-бургер, который полностью защищает ваш iPhone как от падений, так и от ударов. Я бьюсь, и ничего не будет, потому что ребра у меня защищены. Но если он пойдет большой высоты, то, конечно, разобьется, но если у вас наклеено стекло, ничего не будет. Дальше, второе место как раз пятака. Да, это тот чехол, который на выходе, на старте iPhone X раскупался бешеными темпами. Это тот чехол, который мы раскрутили в России, и, собственно, пятак очень развивало сердца. Ну, собственно, чехол из карбона, карбоновый чехол. Эскиваровый нити. Вот он, пятака. Пахнет, здесь даже есть код, этот QR-код подлинности, потому что многие скажут, а у вас, может, подделка нет, у нас оригинальный. Как раз наша компания продает столько оригинальный, мы там сертифицированные партнеры очень многих известных брендов. На сайте все это есть. Давайте оденем пятаку. Здесь, кстати, видите, на каждого чехла есть свой серийный номер. Сейчас мы его оденем. Единственный чехол, который очень трудно снять. Я прям буду бунчиться. Все, вот он оделся. Он тоже такой тоненький. Видно, такой карбончик прям стал. Что мне не нравится? Это открытый верх, да, у мимоника он был полностью, чехол там прям полностью все закрывал. Открытые вырезы под кнопку. Здесь все открыто. И здесь тоже все открыто. Вот эти вот вещи, они у вас будут, если в карман положите, особенно исключаем, все это будет поцарапанность все какое-то время. Краска там облезет. И опять же, если у вас войдет этими местами на асфальт, или поскользнете, как я с iPhone X, ударитесь об лед, тоже будет определенные последствия. Стекла здесь садятся все, поэтому обязательно клеите 3D-стекло для тех, кто любит стекла, любит, чтобы iPhone был как в танке. Нравится ли мне этот чехол? Собственно, не особо, потому что эти вот грани, они иногда еще вырывают волосы. Если мимоника это полностью ликвидирует, то здесь, когда вы будете разговаривать, волоски у вас будут оставаться либо между чехлом и телефоном, либо вот у телефона вот любят здесь вот между дисплеем и корпусом. Есть пятак. Для тех, кто любит карбон, QVR, чехол номер 2 в рейтинге самых лучших чехлов и самых популярных для iPhone. Лучше он не потому, что он надежно защищает, а лучше потому, что вы его любите. Потому что он тонкий. Давайте попробуем теперь снять со съемок. Я говорю, что это не мимоник. Снимать его очень тяжело. Снимать надо очень осторожно, потому что если упадет iPhone, бог с ним с чехлом. iPhone будет очень туго здесь. У нас, к сожалению, осталось такое же стекло, как было на X. Компания позволяет, что они установили самое лучшее стекло, самое крутое на рынке. На самом деле, это они еще установили его в iPhone X. Просто они решили немножко, маркетологи, поманипулировать вами. Теперь уже приступим к новой коллекции, которая специально была выпущена компаниями для iPhone X Max. Немножко изменили УАГИ. Тедбекер представил. Почему это оригинальный Тедбекер? У нас есть сертификат. То, что мой официальный партнер этой компании. Если у нас девушки смотрят, я специально для них этот чехол решил показать. Очень крутой. Крутой, потому что это оригинальный Тедбекер. Крутой, что он действительно защищает ваш телефон. Это твердый полиуретан, твердый силикон с ребрами жесткости определенными. То есть, здесь концепция бампер плюс жесткий твердый зад. Этот чехол также будет тяжело сниматься с айфона, поэтому мы его оденем, покажем и будем смотреть в быстрой перемотке, как долго я его снимаю. Вот так будет выглядеть. Особенно этот цвет красиво смотрится на белом и на золотом телефоне, потому что чехол женский и он предполагает именно выбор женских потребителей, девочек или женщин. Вот такой вот чехол. Здесь тоже можно спокойно ударять телефон, ничего с ним не будет, не пострадает. При ударе, даже если у вас стекло не наклеено, телефон с такого расстояния спокойно выживет. Если вы хотите прям полностью сделать его как в танке, клеите здесь не 3D стекло, а 2,5D. То есть, там оно тоже на весь экран, но есть специальные грани для того, чтобы оставить небольшой зазор. Иначе у вас просто стекло будет на полный экран будет задеваться и здесь попадать воздух, все это со временем отклеится. Но хороший чехол, который можно использовать ваш смартфон без защитного стекла. Поехали дальше. Дальше я как раз расскажу про продукт GES. Я не буду одевать, потому что мы сейчас вместе будем, он также будет долго сниматься как на этот. GES тоже у нас подлинный, сертификаты имеются на сайте. Тем не менее, я просто должен про него рассказать, потому что меня все время в комментариях упрекают, вот ты там только мужские чехлы рекламируешь, что-то про нас совсем забываешь. Хотя мы тоже на тебя подписаны. Полиуретановый чехол. Сзади сделано под кожу, на самом деле это не кожа. Обычная резина с бусинками, с бисером, не знаю каком, лучше сказать, с золотыми буковками GES. Тоже крутой чехол. В плане того, что в отличие от той же самой пятаки, здесь видите, на каждую кнопку сделан пластик. У вас кнопки со временем не облезут, не поцарапаются и меньше будет залезать туда мусора, который внутри вместе с чехлом будет царапаться. Ну, царапать за одну часть. Здесь тоже кнопка защищена. Минус то, что здесь вырезы под динамики не дырочками, и здесь тоже они открыты. Значит, со временем там все это будет набиваться, это надо будет чистить. Но с ключами, как в случае с пятакой, это соприкасаться не будет. То есть, с него можно сеть чехлы класть в карман или в сумочку женскую и не переживать то, что все это со временем у вас облезет там или испортится. Тоже чехол также можно использовать без стекла, потому что здесь можно убить, ничего не произойдет. Давай теперь снимем. Посмотрим, насколько эта процедура сложная. Не сложная, в отличие с той самой пятакой. Все, а теперь мы от женских чехлов переходим к мужским, но женщины тоже их могут выбрать, потому что здесь есть чехлы Unisex. Вот, кстати, про компанию Unique. Это тот аналог Mimumi, про который я сказал. Американский бренд. Который решил повторить успех Mimumi. Они сделали чуть толще пластик, он менее гибкий. Казалось бы, два одинаковых чехла. У Mimumi здесь есть красивая такая лазерная гравировочка на пластике, что придает определенного шарма. Камера, в принципе, защищена одинаково, но вырезы под кнопки. Смотрите, здесь у нас каждая кнопочка имеет свой вырез. Здесь у нас идет сплошной вырез под две кнопки, что как бы негативно скажется на будущем этих кнопок. Они со временем как бы поцарапаются и так далее. Здесь даже под выбор вызов вырез меньше, а здесь больше. И вот про то, что я говорил. У Mimumi под каждую дырочку свой вырез, а здесь они просто взяли вот так вот сделано. Чисто лентяй и лоботряс. Такие деньги просят очень, ну выдают как бы незаконченный продукт. Unique тем не менее как бы как вариант рассмотреть можно. Поехали дальше. Дальше что у нас, что Unique есть тоже тот же самый. Еще один чехол, про который я имею право рассказать. В принципе чехол неплохой. Нравится он мне тем, что считается концепцию бампера и заднего прозрачного стекла. Особенно касается тех, кто решил купить айфон ради того, чтобы с ним везде выделяться. Идете на тусовку, я хочу показать, что у меня телефон компании Apple. Едете в метро с самым дорогим айфоном на 512 гигабайт, за 114 тысяч. Хочу показать, что я еду в метро. Самый крутой здесь среди вас. Вот такие чехлы строго рекомендую покупать, потому что здесь можно не клеить стекло для тех, кому важно получать позитивные вибрации, передаваемые картинки. Кстати, один из всех чехлов, которые тяжело потом вынимать. Сочетается крутой. Черный на черном. Грани прям слились. Причем с этим чехлом можно клеить абсолютно любое стекло. 3D, 2,5D, прозрачное. Какое хотите, оно здесь будет прям влитое, как в танке. Здесь у нас сзади поверхность. Причем сзади поверхность с внутренней стороны рифленая. Рифленая не сделает того, чтобы она настолько плотно прилегала к корпусу и туда не попадала пыль. То есть, если вдруг через какие-то вот эти вот отверстия будет забиваться пыль, она просто не попадет вот сюда и вот это вот при трении ваша поверхность будет в целости и сохранности. Через год вы вывести телефон, он будет как новый. Вам достаточно просто здесь вот протереть и стараться, чтобы эти части особо не соприкасались на пляже с песком. Через год вы продаете телефон с минимальными для себя потерями. Рекомендую чехол крутой. Опять же, там разные цвета есть для золотого, для белого и видно, что вы ходите с продукцией apple. Особенно, когда вы идете в вагоне поезда нового поезда метрополитена. Что дальше? Еще есть наподобие такого уже форм-фактора Unique. Я не буду одевать, потому что это все то же самое, просто компания немножко по-другому переиграла. Вот так вот. Здесь тоже видите, он соприкасается. Есть такая, сделали бархоточку, не рифленый, а просто бархоточку, чтобы полностью корпус не скользил, не падало пыли. Здесь есть прям кнопка четкая. На кнопке, если здесь у нас нету, здесь тупо у нас... А нет, здесь тоже кнопки защищены. То здесь они даже нарисовали кнопку, кнопку включения, то есть лазером видно. Здесь плюс-минус нарисовали, здесь этого нету. Мы позаботились так. Более дорогой чехол, но при этом внизу вырезы остались теми же самыми. Но это чехол-подставка. Здесь вот эта вот часть загибается. Очень крутой чехол, можно использовать. Особенно когда в самолете видите, и я говорил, что iPhone XS Max это маленький портативный телевизор. Взяли ребенку, поставили мультик или сами себе какой-нибудь спиль, одели Airpods и наслаждаетесь. Красиво, стильно и функционально. Прям твердая пятерочка. Пока что я даю вот этому чехлу третье место среди всей коллекции. Базеус копия Mimumi рассказывать не буду. Опять же, то же самое Базеус копия Unica. Рассказывать не буду, потому что качество аналогичное, выглядит немножко по-другому. Хороший чехол, но Unica лучше. В принципе, у Базеус тоже ничего, но нет смысла тратить время. И мое, и ваше. Дальше, многими любимые чехлы UAC. Эта компания очень известная. Компания мне нравится тем, что они на все свои чехлы делают дроп-тесты, краш-тесты. И вот здесь они подписывают, что чехол соответствует военному милит-стандарту 810G 615.6. Проверено дроп-тестом. И тут написано, что выдерживает высоту с двух метров. То есть, гарантированно, если он с двух метров упадет, ничего с ним не будет. Но я уверен, что даже если он у нас первого этажа в этом чехле упадет и там будет наклеен стекло, тоже ничего не будет. Даже со второго этажа упадет, тоже ничего не будет. Давайте начнем с самого крутого чехла на сегодняшний день. Это Monarch. Но предупреждаю, в этом чехле ваш айфон увеличится ровно в два раза. Интересно, как из этого я потом буду вынимать. Нет, тоже из этого быстро вынимаю. Вот это очень крутой чехол, очень стильный. Я не буду стоять никакие топ-1, топ-2, топ-3, потому что их покупают чисто гурманы. Это приходят военные люди, из различных структур люди приходят. И те люди, которые заинтересованы в брутальности, там те, кто ездит на охоту. Не каждый выберет себе чехол, но тем не менее, кто их убирает, они говорят, что, знаешь, я через год хочу получить новый телефон. Как вот был у меня телефон, я хочу точно такой же, который я сегодня купил, чтобы он был в идеальном состоянии. Они берут чехол, клеят стекло, делают вот так, стучат, что угодно, ничего с телефоном не происходит, потому что он там сидит плотно, его защищают особые ребра жесткости, амортизирующие пластины, которые принимают на себя удар и при падении с телефоном, собственно, он там сидит, как в бункере, на себе ничего не ощущает, ничего не чувствует. Здесь люди клеят стекло и ставят... Кто вот эти чехлы покупает, они знают, постоянно кто-то там берет, постоянно клиенты есть, они говорят, я вот буду ждать УАГи. Вот УАГ, сервис Monarch, здесь, кстати, настоящий карбон стоит, карбоновые пластины. Смотрится брутально, круто, рекомендую использовать тоже стеклом, чтобы кидать с первого этажа и не переживать за телефон. Дальше УАГ более простая серия Plio, это они здесь сделали обычный силикончик. Сзади рифленая поверхность, для того, чтобы, как я уже говорил ранее, поверхность самого смартфона прикасалась под телефон, то не забивалась пыль, и он там ничего не натирал. Кнопки регулярной громкости, кнопка включения. Ну и, собственно, здесь ничего не нравится УАГов, то, что они не позаботились и там, и там делают вырезы открытыми. В этом чехле, не знаю, выдели, что он даже с первого этажа, но я думаю, что высоту человеческого роста спокойно, или можно так вот бросить. Еще одна серия Plasma, я тоже ее покажу, одевать не буду. Для меня, в принципе, весь УАГ, он одинаково полезен, одинаково выгоден в плане надежности. Вот такой вот, чем-то мне напоминает более защищенный Monarch. Monarch, он тяжелее, чем плазмы, за счет этих вот вставок и выступающих ребра жесткости. То здесь это один целый такой поликарбонат, совмещенный с пластиковыми ребрами. Тоже очень надежная защита, выдержит спокойно, честно гарантирую, высоту удара примет из себя человеческого роста. Если наклеить стекло, то можно так вот тоже бросить и не переживать. УАГ Metropolis, для тех, кто до сих пор скучает по чехлам книжкам, куда можно положить карточку, еще что-нибудь. Здесь ребра жесткости на экране. Не особо такой популярный чехол, но тем не менее, те, кто скучает по книжечкам, да, там раньше любили Samsung такие распадушечки, вот тоже самое, положили iPhone, закрыли его и пошли. Для тех, кто решил немножко сэкономить на стекле. Не знаю, насколько это решение удобно, но тем не менее, здесь можно вырез есть, разговаривать с закрытым кожухом. Менее защищенный чехол, за счет того, что здесь никаких ребра жесткости нет. Есть пластик, есть силиконовая резинка, ну и внутри тоже такой твердый силикон. Собственно, все из самых топовых чехлов я рассказал. Напоследок, это такой чехол от Карла Легеферда, Легерфелда. Не знаю, как правильно говорить, но тем не менее, он есть. Такие стильные чехлы у нас тоже есть, это надо смотреть на сайте. Защищают они так же круто, как и, собственно, вот как этот чехол. Чехол будет защищать та же самая. В принципе, тоже выдержит примет на себя удар, защитит ничем не хуже УАГа. Но УАГ это для тех, кто прям со всей злости любит, со скандалом бить, все крушить. Ребенок может взять телефон, есть клиент, который рассказывает, что я уже на своем макбуке 13 заменил три экрана и айфон уже не раз понял. Берем, 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 кидаем, так вот. Вот как раз и для тех таких вот людей нужен УАГ. А для тех, кто просто вот так вот делал, там раз, ой, упал там, не разобьется, ничего вы взяли, там, в противном случае у вас просто стекло повредится, вы выбросили, заменили стекло на новый и пошли. Собственно, все. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки. Не понравился дизлайки. Вот промо-кода, все на скидки и ссылки на модели чехлов внизу. Покупайте, это самая лучшая поддержка, которую вы оказываете нашему бизнесу, чехольному. Этот магазин, напомню, что создавался в 2007 году, как эксклюзивная защита айфона. То есть мы не занимались раньше андроидами, ничем и до сих пор андроид у нас в меньшем параллете, чем айфон. Для андроида у нас там очень много моделей, а для айфона у нас куча, очень много больших таких витрин. И все чехлы, это не просто Китай, да, скажут, слушайте, я поеду там в торговом центре какого-нибудь, сейчас любят эти стоять, стойки такие, там чисто люди растаяли Китай за 50 на 100 рублей и продают их за 2000, на лохах наживаются. То есть здесь каждый чехол, он там может от двух до трех тысяч, потому что здесь бренды мировые и очень известные, на которых у нас есть свой эксклюзив. Пишите, задавайте вопросы, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok